Привет, друзья! С вами Ольга Полякова. У меня в руках вот новая коробочка. На ней написано «Фукаидан». Это новый продукт, с которым я хочу вас познакомить, потому что это продукт на злобу дня, как говорится. Мы знаем, что из экологии еды, образа жизни, сегодня идет активный рост воспалительных неприятностей, связанных со здоровьем. Для многих людей это вообще означает потерю жизни. Поэтому любой продукт, который помогает в этой ситуации себя защитить, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания. Вот «Фукаидан» – это один из них. Наша кухня очень тяжелая. Она полна рафинированных продуктов, она набита химией. А вот в Юго-Восточной Азии питаются по-другому, и результат налицо. Этот регион полон долгожителей. У них в меню много морепродуктов, много водорослей бурых, а ламинария – это и есть бурая водоросль. И «Фукаидан» – это то вещество, которое выделено из ламинарии японика. Выделено и запечатано вот в такие вот капсулки. Я достала одну капсулу, чтобы вам показать, как она выглядит. Она абсолютно адекватного размера, ее легко проглотить. Что самое приятное, вот как человек, который уже включил в меню этот продукт, после нее нет такого нехорошего послевкусия, которое часто бывает, когда внутри запечатаны растительные продукты с йодом. То есть, все абсолютно хорошо. Мне все очень понравилось. Добывают ламинарию, которая идет на производство вот этих капсул, вручную. То есть, это не какие-то промышленные способы. Ее вытаскивают, очень бережно сушат. Сделано это для того, чтобы максимально сохранить биодоступность тех веществ, которые находятся внутри. Если вам эта тема интересна, то, что я рассказываю, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить интересные эфиры. Давайте разбираться, что внутри. Ну, что же такого есть особенного в этом продукте? Почему сейчас такая потребность высокая на рынке к продуктам подобного рода? Ну, первый, конечно, это антитромбический эффект. Он уже доказан, много исследований на эту тему проведено. Сегодня, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в списке антирейтинга по причинам смертности. И, конечно же, если вы хотите поддержать свои сосуды, чтобы максимально избежать возможных неприятностей, то фокаидан – это как раз вот то, что нужно. Фокаидан очень хорошо способствует снижению уровня холестерина. Тоже такая тема сегодня. Ну, если не каждый первый, то каждый второй абсолютно точно сталкивается. Но самое главное, то, что лично меня очень привлекло, это способность фокаидана оказывать противоопухолевую активность. Сегодня, к сожалению, неприятности этого рода, их очень-очень много. И многие люди, бывает, пропускают момент, когда надо хвататься быстренько, бежать к медикам и просто теряют свои жизни. Поэтому профилактика опухолевых воспалительных неприятностей – сегодня это номер один. Пожалуйста, обратите на это внимание. Особенно я обращаюсь к женщинам. Это касается груди, это касается всяких наших женских тем. Ну, не просто необходимо, а супер необходимая вещь в вашем рационе. Чем еще он нам может помочь? Он улучшает состав кишечной микрофлоры. Ну, мы знаем, что кишечник – это все. Если там плохо, то тут как хоть пляши, хоть танцуй, хоть пой, ничего хорошего со здоровьем не произойдет. Так вот, фукоидан, он очищает кишечник от гнилостных бактерий и токсинов. Он служит питательной средой для полезных бактерий. Ну, и, соответственно, у нас хорошая микрофлора и дарит нам хорошее здоровье. Фукоидан модулирует иммунный ответ, чтобы мы поменьше болели всеми вот этими мощными вещами, которые я выше перечислила. Еще есть одна интересная штука, она касается герпеса. Вот я знаю людей, которые мучаются с этой темой всю жизнь, потому что герпес, если вцепился, то он на всю оставшуюся жизнь. И задача не в том, чтобы от него избавиться, от него, к сожалению, невозможно избавиться, а задача в том, чтобы максимально растянуть процесс ремиссии, когда герпес спит. И вот усыпить его и помогает фукоидан, потому что пролонгируется время ремиссии между рецидивами вируса. И для многих людей, я знаю, это будет просто спасением. Также фукоидан благотворно влияет на деятельность мочеводелительной системы. Девочки, обращаюсь к вам, опять же, потому что многие просто посвящают свою жизнь тому, что пьют антибиотики для того, чтобы справляться с такими вещами, как цистит и так далее. Фукоидан очень хорошо вас поддержит. Он хорошо помогает работе печени. Он предупреждает развитие гипертонической болезни. И также это крайне хорошая, крайне современная профилактика диабета. Ну, друзья, есть такая тема, как антиэйдж, да, это жить подольше, и не просто подольше, а жить качественно. Так вот, фукоидан в общем и целом, он снижает токсическую нагрузку на организм. И этим, конечно же, предупреждает процессы преждевременного старения. Но это далеко не все, что находится вот в этих капсулах. Это не только фукоидан. Здесь еще есть много витаминов, которые нам нужны. И здесь есть органический йод. Вот здесь внимание, пожалуйста. Потому что, конечно же, сразу проходит ассоциация с щитовидной железой, которая регулирует практически все биохимические процессы в нашем теле. Это жизненно важно, в каком она состоянии. Когда нам не хватает йода, ну что, мы идем в аптеку, да, что-то там покупаем. Но в аптеках у нас аптечный йод, это йодид калия, это химическое соединение. Ну, я не знаю, я против всех этих вещей. А вот органический йод, он имеет очень большую биодоступность. Вы можете решить, что вас это не касается, да. Ну, зачем у вас, наверное, все хорошо, и зачем вам йод? Так вот, я выражу свое сомнение, потому что среднее потребление йода жителям России составляет 40-80 микрограммов в день. При норме 150-250 микрограммов. Вы видите, какая колоссальная разница между тем, что нужно, и тем, что мы по факту имеем. И вообще причиной 65 случаев заболевания щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей. Россия йода – дефицитная страна. Давайте не будем жить в иллюзиях и правильно понимать, что нам нужно делать со своим телом для того, чтобы оно нам подольше послужило. Какие признаки недостатка йода? Это вот отечность. Например, если вы много отекаете и не понимаете, почему. Вроде бы и воду не хлебали литрами на ночь, а все равно встаете с отеками. Это рост щитовидной железы, естественно. Это нарушение памяти. Бывает такое состояние – постоянная усталость, повышенная утомляемость. Это тоже может быть из-за йода. Ногти плохие, кожа сухая, глотать трудно. Увеличение веса, который не зависит от характера питания, тоже может быть причиной дефицит йода. Поэтому норма йода, мои дорогие, это правильная работа щитовидной железы, это нормальный гормональный баланс, а это наше все. Это отсутствие избыточной массы тела ввиду хорошего углеводного и жирового обменов. Это высокая физическая и умственная работоспособность, которая сегодня нужна любому человеку, чтобы выжить в наши времена. Вот такой интересный у нас появился продукт. Давайте теперь разберемся, как его принимать. Во-первых, еще раз напомню, что фукоидан не является лекарственным средством. Это биологически активная добавка, которая нам помогает поддерживать наше здоровье. 30 капсул находится в одной коробочке, 3 блистера по 10 капсул. Рекомендация по применению по одной капсуле в день во время еды или перед едой. Рекомендую принимать его в первой половине дня, потому что йод бодрит, и для того, чтобы хорошо спать, ну, лучше вечером его не принимать. Поступление одной такой капсулки обеспечит вам поступление 200% от адекватного уровня суточного потребления йода. Пусть вас не пугает вот эта норма 200%, потому что это абсолютно не означает, что эти 200% все у нас усвоятся, и эта цифра не превышает верхнего допустимого уровня потребления. И фукоидан 38% от адекватного уровня суточного потребления. Противопоказания. Непереносимость компонентов, беременность или кормление грудью. По поводу непереносимости, конечно, у кого-то может быть аллергия на йод, или есть такие заболевания, которые не подразумевают прием йода. Тогда, конечно, не нужно этот продукт. Он тогда не ваш. Курс приема. Ну, в наши времена, я считаю, что курс приема подобных продуктов длительный либо постоянный. Стоит такая коробочка 630 рублей. Изготовителем является СИП-фарм-контракт. Вообще, я когда вот называю изготовителя, то всегда очень радуюсь, что это не просто непонятно где произведено, а СИП-фарм-контракт – это очень известное фармацевтическое, очень уважаемое предприятие со всеми необходимыми сертификатами на производство продукции по международным стандартам. Поэтому можете смело абсолютно к нему обращаться. Качество на высшем уровне. Дорогие мои, берегите себя, заботитесь о здоровье тех, кого вы любите. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал. И до встречи на следующем видео. Пока!